Здравствуйте! Наши дорогие любители передачи в мире поножовщины! Сегодня мы находимся в Лысобалдакском биосферном заповеднике и расскажем вам о представителе страйбольной фауны. А именно про снайперы. Мы покажем вам, как охотиться на снайперах, а в частности, на его подвиг снайперу махможопу. Он довольно редкий, обитатель наших широк, ведь мы довелось его встретить, значит, вам очень повезло. Для того, чтобы охотиться, лучше забраться куда-нибудь повыше, чтобы видеть территорию возможного появления махможопуса. Для этого подойдет, например, дерево. Не будем торопиться. Сначала запутаем следы, чтобы снайпер или кто-то другой не заметили вашу засаду. Разновидность снайперу махможопу отвечает тем, что стоит стою только в первом ряду. Для него важно, чтобы снайперская винтовка красиво смотрелась на фотографии. После игры на форуме он пишет свои фото. «Ой! Смотрите! Кто-то идет!» «Нет! Не снайпер! Поехали! Поэтому не следует кидаться на другие разновидности в страйкбольной фауне. Как профиль они не представляют существенного интереса. Вот как, например, мы видим спешащим по своим неотложным делам многочисленных питателей страйкбола, модуляторов, прокатчиков, педульщиков и других. Пусть идут по своим неотложным делам, не будем их тревожить. А лучше расскажем, что думают снайперы про сами себя. Я снайпер, специально обученный стрелок, в совершенстве владею искусством метки стрельбы, мастеровки и наблюдения. Поражаю цель, как правило, первого выстрела. Мой девиз – один выстрел, один труп. Это пример стандартного стереотипного образа мышления снайперуса Махнажопуса. А вот и он. Увидав снайпера, сначала понаблюдайте за ним. Насладите его поведением в дикой природе. Не правда ли оно напоминает поведение дуринамской жабы? Снайпера – халчные дверьки. Как правило, очень большие любители фрагов. Будьте осторожны, не вспомните его, так как снайпера в своей махе быстро бегают. Сладясь в дерево, старайтесь перенять стиль японской макаки, которая степляется за лепки не только руками и ногами. Подходить к снайперу следует в безветренной страны, тогда, когда он сам передвигается. Подбираться к снайперу лучше всего пауза к вам, так как у большинства представителей данного вида широкое поле зрения. Не следует попадать в его потенциальный обзор. Не забудьте осмотреть. Не стоит забывать, что у снайпера может быть охранение. Если все хорошо, продолжайте подбираться к нему. Ольга, а вот он на дереве. Не правда ли чудесное зрелище? Но нельзя же им наслаждаться вечно. Давайте будем действовать. Она считается, если не по горлу. Не грубитесь снайперу, а то он может обидеться, и этот опыт вы больше никогда не увидите. Отпустите махнажопаться, пусть размножается, чтобы в следующем сезоне снова насладиться охотой на него. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok